Приветствую зрителей нашего канала и начинаю третий вебинар посвященный аустентизации и в этой части мы будем с вами говорить про преднагрев и так называемую многократную аустентизацию она разными словами называется, попозже их упомяну, циклирование есть такое еще, другие слова вот обсудим все эти вопросы, но сначала напомню, какие выводы мы сделали после второй части вебинара мы с вами обсудили вот такие вот пункты первый, более низкая температура аустентизации лучше для одной и той же твердости с точки зрения ударной вязкости пункт второй, при термообработке для более высокой твердости, до более высокой твердости может потребоваться повышение температуры аустентизации однако, как резюмируется в части 3, пункт 3, более высокая температура аустентизации приводит к улучшению коррозионной стойки с нержавеющих стали и пункт 4, выбранная температура аустентизации мало влияет на стойкость кромки за исключением случаев, когда речь идет о необходимости достижения желаемой твердости ну и начнем сразу с рассмотрения вопроса преднагрева кратко, опять-таки, мы его касались в предыдущий вебинар, кто смотрел, но может быть здесь есть новые слушатели предварительный нагрев выполняется для минимизации изменения размеров, кораблений и снижения риска растресками во время термообработки часто рекомендуется всего лишь одна ступень нагрева особенно для стали, у которых низкая температура аустентизации углеродистые стали, низколлигированные стали для некоторых марок 3 или 2 ступени преднагрева но здесь я укажу, наверное, самый такой сложный случай 3 ступени преднагрева, это сталь ПМД-23 ну и, в принципе, любая быстроревшая сталь, которая аустентизируется на температуре выше 1100 градусов необходимой и более то рекомендации 3 шага преднагрева они выполняются, например, для ПМД-23 но это достаточно общий для других марок стали первый преднагрев 400 градусов Цельсия второй 850 и третий 1050 градусов основная цель преднагрева каждый вот этот шаг это прогреть заготовку насквозь для того, чтобы подготовить ее к следующей температуре то есть время выдержки на каждом этапе оно, соответственно, должно обеспечить еще раз сквозной прогрев мы очень часто сталкиваемся особенно для толстых деталей с большим сечением что вот эти времена даются иногда даже логике, не поймешь время явно меньше того, которое обеспечит прогрев деталей насквозь поэтому здесь приведены общие рекомендации но, опять-таки, ваш опыт, возможности, ваши печи они должны учитываться ну, и для тех, кто, может быть, первый раз вообще эту схему видел на ней приведен вообще полный цикл термообработки стали ПМД-23, быстрейшей стали но это в основном, как мы упоминали из предыдущих вебинаров самых ранних посвященных термообработке для деталей сложных с большим объемом мехобработки то есть, для, скажем так, для ножевиков, если говорить то, ну, например, снятие напряжений тоже не надо поскольку, фактически, там только вырез контура клинка, как бы, да ну, и отпуск все-таки мы рекомендуем для быстрейших стали даже в случае ножевиков минимум два делать, как бы, да чтобы совсем уж сделать все превращения но, опять-таки, здесь вот преднагрев при нагревании сталь, соответственно, увеличивается в размерах вслед за, вслед, в скобках, на самом деле за коэффициент теплового решения и, таким образом, области заготовки которая находится при более высокой температуре ну, это в основном поверхность, конечно увеличивается в размерах больше, чем сердцевина кроме того, мы уже с вами рассматривали в первой части вебинара что аустенит, как сама по себе структура атомная более плотная, чем феррит поэтому участки, где произошли аустенитные превращения они сжимаются все вот эти факторы разница температур и превращение фазовые они приводят к возникновению деталей больших внутренних напряжений это особенно, опять-таки, верно для толстых и или сложных форм сложных деталей и в худших случаях эти напряжения могут привести к неприемлемым кораблениям трещинам и разрушению заготовки на этом этапе термообработки быстрый нагрев усугубляет эту проблему например, при использовании соляных ванн для стали с высокими температурами аустенитизации это также, как правило, хуже потому что тепловые градиенты больше соответственно, если вы сразу от нуля начинаете от комнатной температуры нагревать деталь с разной температуры аустенитизации без шагов преднагрева то, соответственно, вот эти все градиенты разброс температуры между поверхностью и сердцевиной еще усугубляются некоторые легирующие элементы, такие как хром влияют на теплопроводность хром значительно уменьшает теплопроводность поэтому преднагрев более необходим для нержавеющих стали или инструментальных стали с высоким содержанием хрома ну, таких как Д2 но, опять-таки, мы говорим про детали толстые и сложных форм это вот то, что я хотел бы сказать по поводу преднагрева и дальше, если мы говорим про многоступенчатую аустенитизацию то существует множество технологий многоступенчатой, многократной аустенитизации с выдержкой в течение заданного времени на каждой температуре и последующей закалкой рассмотрим некоторые из них вот в рамках этого вебинара например, при исследовании быстрорежущих стали было обнаружено, что двойная аустенитизация приводит к прерывистому росту зерна исследование комбинации очень крупных зерен вместе с мелкими зернами вы уже знаете, что крупнозернистость крупное зерно, оно вредно для вязкости более мелкие зерна приводят к увеличению как прочности, так и в ударной вязкости это такие результаты приведены вот в этом исследовании, который обозначен цифрой 3 а таблица из этого исследования графика из этого исследования приведена вот здесь слева и по горизонтальной оси размер зерна по верху по STM и вы уже знаете, чем больше цифра, тем лучше более мелкое зерно и вот здесь coarse, fine, ultra fine соответственно, coarse это крупное зерно fine мелкое и ultra fine очень мелкое зерно и здесь вы видите, что был измерен в зависимости от размера зерна предел текучести и относительной вязкости предел текучести у нас, соответственно, определяет прочность ударная вязкость это, соответственно, отдельные показатели как видите, рафинирование более мелкое зерно приводит к увеличению обоих этих показателей поэтому более мелкое зерно иметь в по STM оборотке очень желательно было проведено много исследований в попытке разгадать тайну того, почему многократная аустенитизация на быстровещем стали приводили к природистому росту зерна причем между этими циклами не проводился отжиг, да, и вот здесь опять таблица вы видите на самой, на самом графике обозначена температура первой аустенитизации а по горизонтальной весе температура второй аустенитизации но в основном здесь циклы, которые я здесь назвал ниже-выше, то есть температура первой аустенитизации ниже, чем температура второй и в рамках вот такого исследования при вот таком подходе к аустенитизации было обнаружено, что если первая аустенитизация проходила при достаточно низкой температуре, то размер зерна был фактически меньше и обратите внимание, что когда первая температура аустенитизации была между 870 и 1040 градусами Цельсия, то размер зерна был уменьшен примерно с 14-го до 19-го, 20-го то есть получилось очень хорошее, очень мелкое зерно и 14-е достаточно мелкое, но 19-20-е это вообще очень мелкое зерно аналогичный эффект был обнаружен другими исследователями вот в этих исследованиях, которые здесь ссылаются и также на других сталях, таких как Д-2 сообщало, что мелкодисперсные карбиды, осажденные из предшествующей мартенцидной микроструктуры, образованной при предзакалке были намного меньше тех, которые можно найти в отожженной микроструктуре таким образом существует высокая плотность мелкодисперсных карбидов от зарождения аустенита, приводящая к высокой плотности мелких зерен аустенита опять-таки, вот на этой таблице вы можете посмотреть опять по горизонтальной оси температура второй аустенитизации размер зерна чем больше цифра, тем лучше и вот температура первой аустенитизации они вот здесь указаны на графике можете посмотреть, к чему это приводит и вот эта вот такая достаточно горизонтальная линия вот эта, да, это просто стандартная термообработка да, можете посмотреть, что размер зерна фактически будет температура 1150 градусов будет фактически постоянен в районе там 12-13 да, и потом несколько зернов увеличивать вот этот эффект можно проанализировать в следующей схеме где показаны маленькие карбиды вот здесь на схеме, да которые работают как места нуклеации зарождения аустенита был такой исследователь Грэндж да, я его имя здесь привожу и он тоже проводил исследования по поводу рафинирования зерна и сообщал, что путем циклирования выше и ниже температуры трансформации аустенита он эти исследования проводил уже в 60-х годах прошлого века и такие методы стали популярными среди производителей ножей как я уже говорил, у этого метода было дано множество названий двойная аустенитизация, тройная закалка, многократная закалка быстрое циклирование, да, вот всякие разные имена да, поэтому если я буду упоминать не только вот одно да, многократную аустенитизацию, что другое мы понимаем, что мы говорим об одном и том же Грэндж изучал несколько марок низкого углеродикса средний и высокого углеродикса в стали включая 52-100, 52-100, ну вы знаете, что это примерно широка 15 он обнаружил, что в целом короткое время выдержки и более низкие температуры но в любом случае выше температурной трансформации аустенита лучше подходит для получения мелкого размера зерна и что использование свинцовых ванн ну, сейчас, наверное, никто свинцовые ванны использовать не может да, это всякие достаточно вредные производства но это были 60-е годы прошлого века и, наверное, доступ к такому оборудованию был сейчас его просто невозможно найти но тем менее, использование свинцовых ванн обеспечивает быстрый нагрев для дальнейшего ограничения роста зерна он также обнаружил, что для достижения более мелкого размера зерна исходная структура в виде мартенсита была лучшим условием для аустенитизации чем ферритно-перлитная структура и вот на этих фотографиях я потратил очень много времени, чтобы разобрать поскольку исходник низкого качества, но то, что мне удалось разобрать это примеры рафинирования зерна, достигнутые им на стали А5-52-100, ШАХ-15 Снимок А – это зерно после стандартной термообработки аустенитизация 843 градуса по Цельсию, 20 минут выдержка и охлаждение Снимок Б – это 3 быстрых цикла нагрева, 3 быстрых циклирования до 843 градусов, опять 20 минут охлаждения и вот такое зерно, можно посмотреть, что это меньше и третий, снимок С – это 4-х кратное циклирование вот такой размер зерна сверху, вот эта линия такая расплывчатая это тем не менее масштаб 10 микрон вы можете прикинуть, какие там размеры зерна Гранич пришел к выводу, что первоначальная мартенситная структура привела к более мелким зернам потому что отпуск мартенсита во время нагрева приводил к великолепному распределению карбидов ну, опять-таки сказать другими словами к великолепной карбидной неоднородности причем неоднородность, в данном случае надо воспринимать как однородность то есть карбиды были великолепно распределены значит, они были более одинакового размера и более равномерно распределены и образование множества участков зарождения аустенита а вот эти участки зарождения аустенита приводили к высокой плотности мелких зерен аустенита это по существу совпадает с теориями, приведенными для предварительной закалки Гранич не упоминает, знает ли он о таких теориях и поэтому непонятно, сделал ли он этот вывод на основе своих собственных каких-то исследований только или у него были в распоряжении и другие предшествующие исследования как только образуются новые, более тонкие зерна аустенита и преобразовывается обратно в мартенсит может начаться следующий цикл новый, более мелкий размер зерна имеет еще более высокую плотность в участках зарождения аустенита потом, поскольку предыдущие границы аустенитных зерен также служат в качестве участков нуклеации зарождения мы с вами это в первой части разбирали как раз начинает зарождаться все на границах зерен и соответственно, чем меньше зерно, тем больше этих, собственно, границ и тем больше участков зарождения дальнейшие циклы аустенитизации закалки приводят к еще большему тонкому, мелкому размеру зерна до тех пор, пока не будет достигнута точка где движущая сила роста зерна настолько велика что дальнейшее измельчение практически невозможно Гранич также сообщил, что быстрые циклированные высокоуглеродистых стали таких как 5,50, 2,100, 6,15 привело к очень хорошему распределению карбидов что также может улучшить свойства стали еще он сообщал, что за счет быстрого циклирования ему удалось значительно повысить вязкость углеродистых стали 10,45, ну это примерно сталь 45 опять он использовал для быстрого нагрева свинцовые ванны и вот здесь результат его исследований размер зерна по СТМ восьмой при обычной закалке двенадцатый размер зерна при быстром циклировании прочное расслежение вот здесь приведено и соответственно ударная вязкость видите ударная вязкость повысилась ну на почти 90% другой исследователь Верховен использовал соляные ванны с тремя циклами аустенитизации закалки при 790 градусах Цельсия в течение четырех минут для измельчения размера зерна стали 10,45, 10,86 и 52,100 первые две это углеродистые стали вторая уже вам известная ШАХА-15 и получил результаты измельчения от 8,5 до 11 исходного зерна до 14,15 то есть измельчение рафинирования зерна тоже произошло несмотря на быстрой скорости нагрева свинцовых и сильных ваннах также могут использоваться более медленные методы нагрева еще один исследователь КИМ и его состав исследователей сравнили двойную аустенитизацию в муфельной печи выдержкой в течение одного часа с быстрым циклированием при помощи индукционного нагрева ТВЧ и все же обнаружил рафинирование зерна по сравнению с обычной печью однако использование ТВЧ было более эффективным поскольку обеспечило более быстрый нагрев по сравнению с муфельной печью при более коротком времени выдержки или возможно более низкой температуре в печи результаты могут быть несколько ближе это первая часть третьей части у нас будет 3.1.3.2 спасибо за внимание надеюсь вы получаете полезную информацию до новых встреч берегите себя Игорь Негода Продолжение следует...